приветствую друзья всех на канале бульдозер 221 и у нас четвертая серия по значит восстановлению по поднятию совхоза в поселке новотроицкий механизаторы у нас парни отличные все справились пассивная закончена вовремя у нас уже раннее лето солнышко никаких дождей нет в принципе бояться нам нечего осталось только после них помыть все трактора вот в принципе трактора все ребята поставили под навесы у них выходные в общем мы это все потом дело сделаем с механизатором с помощником все это сами помоем все расставим посмотрим ребята выйдут значит выходных после пассивной и уже посмотрим об займемся какими-то подтягиванием подтягиваниями гаек на новых тракторах особенно протяжку надо сделать посмотреть все масла все жидкости чтоб трактора у нас находились в должном состоянии друзья ну и такой вопрос значит мы подумали посидели с механиком и решили все-таки продать наш мтз погрузчик который был только заднеприводным приобрели на одном известном российском сайте объявлений значит вот такой вот мтз шичка уже полноприводный уже с резиной митос по-моему да резина стоит митос значит от капитальный вот такой вот значит в отличнейшем состоянии я бы сказал погрузчик барнаул на него установлен 08 куба значит усиленный ковшичек в общем вот такое приобретение сделали тот трактор мы значит отмыли кое-где тоже там подкрасили где красочка облезла и также продали его на сами знаете на какой платформе вот и был приобретен в лизинг вот такой вот измельчитель соломы значит так как нам нужно сейчас это все дело провернуть солому значит обязательно нужно животным по животным друзья у нас значит все животные на месте свиньи у нас чувствуют себя прекрасно несут приплод мы сейчас это все посмотрим значит у нас находится 36 коров три машины именно значит скотовоза три машины мы разгрузили все нормально все отлично коровки растут коровки значит укрепляются все хорошо и у нас уже 40 свиней 40 свиней здесь есть небольшой приплод вот маленькие свинюшки у нас подрастает по 48 килограмм уже набрали некоторые по 44 но тем не менее подрастает подрастают и основная масса породы у нас 149 и вот самая крупная 194 килограмма скоро будем получать с этого прибыль будем возить уже их на мясо а сейчас а сейчас мы отправимся хлопотать значит именно на скотный двор поедем на скотный двор главное не потерять именно сейчас эту навеску для у нас и для тюков иначе грузить будет нечем так отлично поехали на скотный двор будем там значит и измельчать сейчас солому подвозить животным солому посмотрим что у нас там есть что у нас нового кстати да кстати договорился значит с работниками с работниками с некоторой фирмы здесь есть подрядная организация чтобы нужно как-то нам пока у нас лето сделать выгребную яму для навоза чтоб складировать навоз иначе навоза будет много навоз также будет от свиней надо куда-то складировать по ну потом по той простой причине потому как у нас сейчас всего собственности два поля и навоза нам нужно не такое большое количество вот и свиньи у нас будут размножаться будут размножаться большим прямо на надеюсь на это по крайней мере что будут размножаться часто много и навоза сами понимаете будет очень много нам надо это все дело куда-то складывать выбрасывать его вывозить куда-нибудь в лес или продавать я думаю что это не так не так дом много будет его уходить а если вы возить просто в лес его куда-то выбрасывать то можно за это еще из штраф схлопотать вот поэтому лучше мы будем его складывать для этого построим выгребную яму для этого также построим какой-нибудь бункер для кормов или смеситель есть идея была такая идея чтобы построить кормосмеситель на самой ферме уже смешивать там корма в моносмесь как бы самим моносмесь приготавливать чтобы не платить бешеные деньги за покупку моносмеси потому что стоит это все очень дорого едем значит на скотный двор уже принципе приехали и начнем начнем наверно сейчас надо привести моносмеси так выгрузим куда-нибудь этот у нас захват для тюков я думаю сюда его аккуратненько как-нибудь сейчас положим так гидравлику переключим так стоять так отключим прицеп а это выгрузим вот сюда аккуратного все отлично так где наша тележечка блин ну просто суперская маленькая маневренная и в принципе в нее влезает 6 кубов более чем достаточно более чем достаточно поедем загрузимся сразу моносмеси утренняя раздача значит кормов животным приходится делать все самому потому что еще не наняли человечка чтобы это все дело делал но ничего страшно на то мы и частники на то мы и фермеры что надо как говорится хочешь сделать хорошо сделай все сам ребята у нас отдыхает ребята молодцы работали до 12 часов ночи но тем не менее мы справились справились ожидаем большого урожая да кстати мтз этот еще очень хорош тем что имеет кондиционер имеет кондиционер я думаю оператору механизатору будет на нем работать просто кайфово так грузимся напомню что у нас 08 куба погрузчик вместимостью отлично здесь у нас получается три прицепа по 48 кубов привезено было закуплено значит укору у кормозавода и вышло нам принципе очень таки дорого пришлось даже взять кредит иначе не получается иначе просто никак не получается также друзья идет значит еще раз повторюсь идет договор о поставках а поставки сюда к нам комбайн дон 1500 б в принципе по цене мы договорились значит с продавцом но теперь надо договориться как его нам сюда привезти обязательно на начало уборочной компании нужно будет а закупить именно приобрести комбайн дон 1500 б потому что именно ростельмашевского маленького комбайна я думаю он будет убирать очень долго вот а не дай бог если он у нас как нибудь поломается что нибудь с ним случится то тогда уборочная у нас будет под угрозой срыва и это уже не есть хорошо это будет просто караул так как нам нужно убрать это все дело и получить за это неплохую я надеюсь прибыль рассчитываю по крайней мере на это вот так же у нас здесь в области продают к 701 довольно подуставший но еще бегает мы его подремонтируем также значит кое-где что-то там заменим он нам нужен потому как столкнулись такой проблемой некоторые поля у нас и сыроватые и т-150 не тянет навоза разбрасыватель на 22 куба немножко буксует немножко ему приходится тяжеловато нам нужно что-то помощнее что-то помощнее и вот думаю что мы приобретем все-таки к 701 скорее всего потому как трактор хороший трактор такой нам нужен хозяйство особенно нужен и также потом приобретем на него какой-то отвал зимой будет чистить нам дороги отлично почти 6 кубов я думаю хватит потом надо будет сейчас проехать сразу на свиной двор на свинокомплекс и там тоже посмотреть что у нас происходит пока у нас урожай созревает заняться особо не чем будем заниматься животными потому что на животных тоже ориентировочно ожидаем животных получить прибыль выгружаем да кстати здесь нужно прибраться сейчас мы это все дело сделаем и очень немаловажно то что мы сейчас быстро с этим столкнулись но к сожалению почему-то не подумали об этом заранее сейчас думаем о приобретении молоковоза возможно автомобиль возможно бочку прицепную чтобы молоко продавать возить на тракторе в общем надо об этом как-то все это дело подумать решить обязательно и придумать очень прям вот быстро быстро в скором времени потому как без этой бочки просто получается караул хоть коровы у нас еще и молодые можно сказать но тем не менее молоко уже начинает поступать кстати ага получается сюда мы вывалить не можем так секунду секунду понял понял принял так подбираем не вываливаем вот сюда еще раз просто посмотрим значит с водой как у нас обстоят дела здесь так вода вода 37 тысяч литров думаю что хватит еще чистота 74 проц но прибрались прибрались значит вода у коров 68 на у свиней я думаю надо бочечку подцепить и привезем водички к свиньям бочечка у нас стоит здесь цепляем бочку бочка у нас наполнена едем сразу на свинокомплекс привезем водички приберемся и под значит подвезем там мы вываливали значит у них есть небольшое количество корма все это в кормушке сейчас развезем вот и будем думать что нам делать с соломой сейчас начнем измельчать солому испытаем заодно новую новую нашу обновочку кровь 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 Так, зелок пропустим. И вот здесь сейчас разгрузим это все дело. Поехали. Так, вода у нас там есть. Я думаю, что бочку можно оставить пока здесь. В принципе, потому как, надеюсь... Да, полная она у нас не выйдет все равно. Приберемся здесь у свиней. Это очень важно. Это очень важно, чтобы у нас животные не болели. Нужно содержать в чистоте. Нужно их кормить. Нужно ими заниматься, чтобы получать потом денежку по максимуму. Так, приберемся здесь. Отлично. И, наверное, ковшечка 2. Может быть, поменьше. Сейчас подкинем сюда еще им корма. Поехали. Так, вот у нас есть небольшая кучка. Думаю, что скоро придется опять покупать корма. Так, отлично. Ну, думаю, да. 2 ковшика мы им кинем. И на сегодня им точно хватит. Хорошо. И еще один привезем. И поедем уже, значит, измельчать солому. Так. Ну, я думал, конечно, что МТЗ без противовеса заднего будет немножко клевать носом. Но нет, вроде бы все нормально. Вроде все нормально. Ну и, в конце концов, мы же не песок возим. Вот, я думаю, с песком или же с более тяжелой какой-то культурой он бы наверняка клевал носом. Но ничего страшного. У нас есть противовес для этого дела на ферме. Если что, будем пользоваться противовесом. Кстати, сейчас, как раз, я думаю, это тот момент, когда нам нужен будет противовес. Все-таки, думаю, заберем бочку отсюда, потому что водонапорная башня у нас стоит именно на самой ферме. Так или иначе, бочку наполнять все равно там придется. Едем, значит, на ферму, на скотный двор. Так, никого. Отлично. Едем на скотный двор, отцепляем бочку сразу же к водонапорной башне. И цепляем уже измельчитель соломы. И сделаем пробный, так сказать, пробный первый. Именно раз посмотрим, как это все дело у нас будет работать. Эй, Зорька, ну-ка дай проехать. Чего хоть ты там ешь-то? Там же нет ничего, кроме грязи. Лежит чего-то. Зачем асфальт лизать? А навоза-то немало, немало. Надо будет это все дело вывозить. Нужно проработать план, договориться по цене, договориться по срокам. И срочно, значит, строить выгребную яму. Просто выроем яму. Без обложки бетона. Значит, может быть, обложим это все дело, обсыпаем гравием. А может быть, и сделаем бетонными плитами. Не знаю, посмотрим. По цене тоже надо определиться. Бюджет у нас ограничен. Ограничен, но тем не менее, это важная вещь, важная вещь на скотном дворе. Плюс ко всему, это неплохой, неплохой, как говорится, накопитель. Когда зимой или еще какой-то месяц навоз будет нужен очень и очень, мы оттуда будем все это дело брать. Ну и думаю, что вот здесь мы ее пока оставим. Так, едем, подцепляем, значит, захват для тюков. Подцепляем измельчитель и уже дело будем делать, измельчать солому. Так, ну вот здесь, я думаю, мы это все сейчас отцепим аккуратненько. Так, отлично. И вот так, оп, нормально. Да, надо, наверное, измельчитель разложить сразу же. Так, разворачиваем его. Хорошо. И едем за тюком. Да, возьмем вот здесь, как раз у нас есть. Так, чуть повыше. Оп, хорошо. Вот по этому поводу я и говорил, что, значит, телескопические маневренные погрузчики, у которых управляют, поворачивают все четыре колеса, они здесь просто были бы идеальны. Но, к сожалению, стоит очень и очень дорого. Это у нас такая мечта, можно сказать, прямо на ферму иметь такой погрузчик. Но, тем не менее, надо к этому, думаю, что стремиться, потому как именно такой погрузчик будет просто, кстати, именно на скотном дворе для работы с селосной ямой, для работы развозки, транспортировки кормов и так далее. У МТЗ, конечно, хоть и трактор небольшой, но, значит, радиус разворота, радиус поворота намного выше, чем у, значит, Монитоу того же или Массы Фергюсом, именно с четырьмя поворачивающимися колесами. Так, погнали. Включаем. Так, значит, закрыть, начать, начать выгрузку, да, погнали. Вот так вот это все дело у нас работает. Отлично. Так, полный. Понял. Загружаем, значит, наверное, нам надо загрузить еще один тюк и уже... Так, нет, не получится. Мы сделаем по-другому. Мы сейчас возьмем вот сюда на навеску еще один тюк и поедем к свиньям. Так, аккуратно, чтобы он у нас не слетел по дороге. Так, еще чуть-чуть пониже. Вот так. При зацепленной тележке задней гидравлика навески переднего погрузчика отказывается работать идеально, потому как получается, что труба у нас откликается первая, чем именно погрузчик. Приходится иногда отцеплять. Едем на свинокомплекс. Так, стоять. Это где у нас был триггер разгрузки соломы? А, ну сюда мы наверняка можем продавать солому. Едем на свинокомплекс, значит, забиваем соломой свинокомплекс и уже потом, думаю, что на сегодня, я думаю, работа именно по скотному двору, работа с животными будет сделана. Пока поголовье небольшое, происходит все это быстро, но поголовье будет увеличиваться и уже здесь надо будет нанимать рабочих, потому как в два раза больше объемы и того и того уже повысятся. Объемы соломы, объемы кормов, объемы воды, навоза, молокан и так далее, и так далее. Все это уже у нас будет в два раза больше. Так, отлично. Отцепляем. Так, вот здесь главное не перевернуться. Так. Оп. Оп. И оцепляем его туда. Есть. Так, здесь получается тоже не так много. Хотя нет, смотрите, разгружается. Смотрим, смотрим. Проверяем. Навес для свиней. Солома. Есть. 3745 литров. Почти что под завязку. Все. Закрываем. Наш измельчитель. Везем назначиться его на скотный двор. Неплохая МТЗшечка. Неплохая. И ведет себя намного увереннее, чем заднеприводный. В хорошем смысле этого слова. Заднеприводный. И еще плюс блокировки можно включить. Вообще будет отлично. Плюс, значит, импортная резина МИТАС. Широкая. Отлично. Все. Утренняя, значит, раздача кормов, приборка и все остальное выполнена. Выполнена. Смотрим. Проверяем. Значит, пастбище, КРС. Вода 36 хватит. Моносмесь у нас 12 тысяч литров. Чистота 100%. Солома 10800 литров. Тоже все отлично. Все отлично. Значит, перемещаемся в гараж. И, значит, посмотрим, как у нас проросла пшеница. Я вот заезжал с утра, проверял. Блин, ну просто душа поет. Ожидаем, ожидаем, ожидаем просто хороший урожай, чтобы именно возможность была какую-то технику еще одну прикупить. Есть у меня несколько, значит, на примете тракторов, которые я хотел бы приобрести именно к пользу. Сегодня для фермы для нашей, чтобы производительность увеличить. И несколько земельных участков. Смотрите. Пшеница у нас проросла отлично. Все. Сорничков пока нет. Кстати, да, об этом тоже думали. Если у нас сорняки проклюнутся, возьмем недорогую отечественную полольник, недорогой отечественный полольник, либо же распрыскиватель гербицидов. Кстати, на базе он, по-моему, у нас даже остался от предыдущего владельца. Отлично. Вот это надо, кстати, бы скосить, иначе нас за одно место возьмут правоохранительные органы. И потом докажи, что ты не сажал вот эти вот красивые чудесные цветочки. Продолжение следует...